А, вот вы где. Сегодня дождливый вечер, вы уже вызвали такси. Странно, но водитель не разговаривает. Вы приезжаете по указанному вами адресу, хотите заплатить наличными и с криком убегаете, за рулем никого нет. Стоп, подождите, это же совсем не фильм ужасов, а ближайшее будущее с беспилотными автомобилями. Ну что же, давайте взглянем на положительные и отрицательные стороны этого, несомненно, интереснейшего феномена. Никаких пробок на дорогах. Когда беспилотные автомобили появятся на дорогах, в больших городах исчезнут пробки. Каждый человек сможет сэкономить около 40 часов в год. Именно столько среднестатистический столичный водитель тратит в пробках. Больше никаких аварий. Количество аварий сократится почти на 90%. Не нужно будет бояться, что кто-то вдруг поедет на красный свет, когда вы переходите улицу. Уровень преступности снизится. Преступники просто не смогут убежать от полиции на беспилотном автомобиле. Его можно отслеживать и останавливать удаленно. Конечно, они могут попробовать использовать обычную машину, но им будет совсем нелегко найти ее в мире, где никто уже больше на таких машинах не ездит. Лучшее в мире такси В больших городах пользоваться услугами такси будет гораздо дешевле, чем иметь собственный автомобиль. Многие таксомоторные компании с нетерпением ожидают появления беспилотных автомобилей. В городе без пробок время ожидания такси составит около 38 секунд, а стоимость поездки будет значительно ниже текущих расценок. Такая мобильность и удобство сделают обычные автомобили совершенно бессмысленными. Быстрая доставка Как долго вам обычно приходится ждать доставку пиццы? В больших городах среднее время ожидания составляет от 40 до 80 минут. Если же пицца будет доставляться беспилотным автомобилем, то время ожидания сократится вдвое, и это касается любой еды. Идеальное будущее Если единственными автомобилями в городах будут беспилотные такси и общественный транспорт, то исчезнет необходимость в гаражах и парковках, а площадь недвижимости увеличится. Кроме того, если все автомобили станут электрическими, это очень положительно скажется на экологии. А еще только представьте, никаких больше штрафов за неправильную парковку или превышение скорости. Доставка на дальние расстояния Водителям грузовиков больше не придется тратить на дорогу дни или тем более недели. Все автомобили для перевозки грузов также будут оснащены автопилотами. Это позволит гораздо быстрее и эффективнее доставлять грузы на большие расстояния. Прежде чем мы рассмотрим отрицательные стороны беспилотных автомобилей, давайте сначала взглянем, как они работают. В целом, принцип работы беспилотных автомобилей аналогичен работе человеческого тела. У нас есть уши, нос и глаза, чтобы анализировать информацию и на нее реагировать. А у беспилотного автомобиля есть радиолокационные датчики и камеры. С каждым днем они становятся все более и более надежными. Еще несколько лет назад беспилотные автомобили не могли вовремя останавливаться или видеть объекты во время дождя. Но теперь они все прекрасно могут делать даже во время снегопада. Похоже, что автомобили с такими возможностями будут отлично справляться с ездой по городу. Но в этом-то и проблема. Эти машины ездят уж слишком правильно. Вот вам пример. Беспилотный автомобиль едет по оживленной улице и замечает, что кто-то стоит на обочине. Внутренняя система автомобиля быстро анализирует ситуацию и решает, что человек собирается перейти дорогу. Логическая реакция компьютера – немедленно остановиться и пропустить пешехода. Поэтому машина резко тормозит и создает аварийную ситуацию на дороге, в то время как человек вовсе даже и не собирался переходить улицу, а просто стоял там и ждал друга. Чтобы справиться с такими задачами, разработчики наделили некоторые автомобили голосом и научили их подавать звуковой сигнал. Теперь, если автомобиль не будет понимать, что происходит, он будет сигналить, как рассерженный водитель. Тем не менее, могут возникнуть такие ситуации, когда сигнал не поможет. Например, когда птица переходит дорогу перед автомобилем. У этих автомобилей есть еще кое-какие недостатки. Высокая цена. Обычный беспилотный автомобиль, напичканный электроникой, может стоить дороже, чем большинство автомобилей премиум-класса. Возможно, благодаря новым разработкам для такси, это и не будет проблемой. Но мы забегаем немного вперед. Сложность развития. В большинстве случаев починить обычный автомобиль совсем несложно. Это можно сделать даже без помощи автомеханика. Но если сломается беспилотный автомобиль, вот это уже проблема. Даже незначительная неисправность может привести к серьезной аварии. Опытный водитель может ездить со спущенной шиной или разбитой фарой, по крайней мере на какие-то небольшие расстояния. Но вот компьютер может запутаться, если, например, жучок заползет внутрь одного из его радаров. Кроме того, сборка таких машин требует особенного внимания к деталям. Поначалу, для привлечения как можно большего числа клиентов, автоконцерны, конечно же, будут выпускать безупречные автомобили. Но когда такие автомобили выйдут в массовое производство, их качество может заметно снизиться. Киберпреступники Полностью электронная машина может стать настоящим искушением для преступников, умеющих взламывать машины. Представьте себе, что вы садитесь в беспилотное такси, сообщаете адрес, а машина везет вас в совсем другое место. Точнее, не машина, а преступник, взломавший ее системы. Вопросы экологии Со временем все беспилотные автомобили перейдут с бензина на электричество. Но до тех пор экологические проблемы будут нарастать еще большими темпами. Когда вы прибываете в пункт назначения и оставляете машину, она будет искать место для парковки. Если его нет, то машина будет просто ездить по городу и дымить выхлопными газами, пока вы ей не перезвоните. Постоянное наблюдение В обычной машине вы можете ехать куда угодно, и никто не будет знать о вашем местонахождении. Однако, как только вы сядете в беспилотный автомобиль, он сразу же сообщит об этом на серверы своей компании. Каждое ваше движение будет фиксироваться, так что о приватности придется забыть. Потеря рабочих мест Лишиться работы могут не только водители, но и разработчики обычных автомобилей. Крупные автомобильные компании должны будут адаптироваться или обанкротиться. Несколько миллионов рабочих мест могут просто исчезнуть. Удовольствие от вождения Многие просто любят водить машину. Ощущение скорости и полного контроля доставляет истинное удовольствие, и согласитесь, мало кто захочет это потерять. Тем не менее, у беспилотных автомобилей больше преимуществ, чем недостатков, и в будущем эти автомобили полностью заменят обычные. Но что же за этим последует? Каким образом прогресс автомобильного транспорта будет развиваться дальше? Разработчики сосредоточат свое внимание на развлечениях для пассажиров. Автомобили смогут сообщать точное время поездки. Вам нужно где-то быть ровно в 12? Хорошо, автомобиль сможет намеренно замедлить или увеличить скорость. Беспилотный автомобиль превратится в настоящего электронного помощника. С помощью голосового управления вы сможете организовать встречу, заказать еду или выбрать фильм. Место, где водитель когда-то управлял автомобилем, может быть использовано под мини-кинотеатр, игровую консоль или мини-холодильник. Люди, которые любят общаться с водителем, смогут общаться с развитым искусственным интеллектом. Автомобиль создаст голограмму водителя, и вы сможете менять ее внешний вид. Представьте себе, что ваш личный шофер – это какая-нибудь суперзвезда. Искусственный интеллект также сможет поддерживать интересную беседу. Но пройдет еще какое-то время, и машины уйдут с дорог и поднимутся в воздух. Да, прямо как в научно-фантастических фильмах. Вообще-то, летающие машины уже давно находятся в стадии разработки. Прототипы оснащены огромными пропеллерами, которые и поднимают машину в воздух. Конечно же, будут придуманы тысячи новых правил для воздушного движения. Но самое классное, что больше никогда не придется сдавать экзамены на водительские права. Ну что ж, скоро мы и сами увидим, как там все сложится. Обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания найти будет очень трудно. Они станут реликвиями для очень богатых людей. Простой микроавтобус, на котором вы ездите каждый день, в будущем будет стоить больше миллиона долларов. Так что цените, что имеете. Кроме того, такие автомобили также могут быть запрещены навсегда. В попытке защитить окружающую среду выхлоп газов может стать настоящим преступлением. Вполне возможно, что самостоятельное вождение автомобиля станет экстремальным видом спорта, и многие захотят ощутить это на себе. Знания старой автомеханики окажутся практически утраченными. Специалисты, разбирающиеся в двигателях и других внутренностях автомобиля, смогут зарабатывать большие деньги. Автомеханики старой школы будут обслуживать очень богатых и элитных клиентов. Кстати, а может водитель искусственного интеллекта будущего будет назван Марио? В честь знаменитого гонщика? Или же в честь того прикольного парня из видеоигры? Это было бы забавно. Ну что, если вы сегодня узнали что-то новое, не забудьте лайкнуть это замечательное видео и поделиться им с другом. Кстати, здесь есть еще несколько отличных видео, которые вам точно понравятся. Просто нажмите слева или справа и оставайтесь на яркой стороне жизни.